К нашему эфиру присоединяется Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, здравствуйте. Доброго дня. Александр, ну ведь правда, я перед сюжетом анонсировала, что уже не впервые Путин ставит для российской армии такие цели, полностью захватить всю Донецкую область, всю Луганскую область и так далее. И также мы констатировали, что российская армия пытается воспользоваться определенным люфтом, что ли, временем, пока Украина ожидала поддержку наших партнеров, именно поставки определенные. Но ведь действительно невозможно этим люфтом воспользоваться прям настолько, чтобы исполнить все эти цели, которые давно не получалось достигнуть для российской армии. На что же они теперь рассчитывают, когда поддержка Украины только увеличивается? В целом они рассчитывают действительно в ближайшее время выйти на административные границы Донецкой области. Это, как обычно, переоценка своих возможностей. Это просто невозможно, хотя бы по одной простой причине. Мы в 23-м году, в октябре 23-го года наблюдали за тем, как началась наступательная кампания на Авдеевку. Достаточно масштабная наступательная кампания. И этот город, который меньше по площади, нежели Бахмут, был захвачен подавляющими силами и средствами противника практически за полгода. И, помимо всего прочего, противнику в этом вопросе еще и помогал тот факт, что мы не получали достаточной поддержки от Запада, в первую очередь от США. Но тогда же, в октябре 2023-го года, началась еще и наступательная одновременно кампания на Часов-Яр. И сейчас мы можем видеть, что российские оккупационные войска в районе Часова-Яра имеют, мягко говоря, еще большее поражение и фиаско, нежели во время наступательной кампании на Авдеевку, где они потеряли колоссальное количество сил и средств. И Часов-Яр не захвачен. Восточные окраины Часова-Яра продолжают держать оборону. Россияне не могут охватить его с севера и с юга. И Часов-Яра — это тоже небольшой городок. Небольшой городок. А по всей Донецкой области таких городков, таких агломераций и больших городов много. Они не смогут, российские оккупанты попросту физически не смогут выполнить поставленные боевые задачи. То есть для них это просто как такая морально-психологическая задача ставится, вы должны это сделать. Они отдают под козырек и начинают это выполнять. Но ресурсов все равно не хватает. И в принципе все заканчивается тем, что они захватывают какое-то село, какой-то населенный пункт, делают из этого ура-патриотическую победу, а потом занимаются перегруппировкой и восстановлением боеспособности подразделений после колоссальных потерь. Александр, ну так у них же будет поддержка Северной Кореи. Вон как все напряглись, вероятно, так видят эту ситуацию именно в Кремле. Мол, Южная Корея так стала возмущаться. Да и в целом весь Запад как-то оживился, когда Россия начала все больше сближаться с Северной Кореей. Неужели Северная Корея не способна настолько помочь России, чтобы в конце концов достигнуть своих целей? Нет. Северная Корея и ранее помогала. Например, когда проходило наступление на Авдеевку, уже как бы использовалась помощь от Северной Кореи боеприпасы в первую очередь. Но помощь от Северной Кореи, она не настолько безгранична и бесконечна. Ее военно-промышленный комплекс имеет свои ограничения. Ее возможности по передаче боеприпасов аналогично. Конечно же, Путин еще и будет обращаться с вопросом, я обратился, с вопросом о предоставлении техники. Поскольку у России есть проблема с опустушенными уже складами и центрами хранения советской техники. Поэтому и Северная Корея начнет передавать технику, но не в большом количестве, не тысячи единиц. У нее попросту нет столько ни танков, ни ББМ, чтобы можно было поделиться с Россией тысячами единиц и при этом остаться уверенным в своей безопасности. Поскольку у Ким Чен Эйна тоже имеются свои тараканы в голове, у него своя паранойя, и он боится нападения Южной Кореи, США, Японии. То есть у него есть такие опасения, и он основную часть всей техники будет оставлять себе. А то, что передаст, это может быть продлением конвульсии России на 3-4 месяца, не больше. Еще немного продолжим по поводу КНДР. Здесь вот интересно, насколько это отчаянное решение, не отчаянное решение. Потому что говорят, что соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей может повлечь за собой трение КНДР с Китаем. Об этом заявил генерал военно-воздушных сил США Чарльз Браун, об этом пишет Ройтерс. И вот по его словам будет интересно посмотреть, как эти три страны найдут все-таки общий язык. Кроме того, Браун признал, что США обеспокоены договоренностями между Россией и КНДР. При этом Браун указал на ограничение соглашения и выразил сомнения, что Москва даст Северной Корее все, что она хочет. Но здесь сразу три вопроса. Во-первых, на самом деле Москва ведь вряд ли сможет удовлетворить все запросы Северной Кореи. Во-вторых, было мнение о том, что Китай якобы закрывает глаза на действия Северной Кореи, потому что Северная Корея делает то, что хотел бы сделать Китай, но не может, потому что боится потерять выгодное сотрудничество с Западом. Ну а с другой стороны, Китаю должно быть уже становиться несколько неуютно во всей этой кампании, что это ведь выглядит, что якобы за его спиной там происходит это все, и получается он не такой влиятельный, не такой масштабный. Вот ваше мнение по поводу этого сотрудничества, конкретно по поводу трех стран, насколько это отчаянный шаг и насколько Китай, правда, может встать в определенную позицию? Северная Корея и все свои действия согласовывают с Китаем, поэтому у меня есть существенное сомнение, что подобного рода взаимодействие Пхеньяна и Москвы, оно осталось вообще без внимания и согласования с Пекином, поскольку Северная Корея, выживание Северной Кореи зависит отнюдь не от России. Выживание Северной Кореи зависит исключительно от Китая. И Ким Чен Ын это не настолько безумная мартышка с огнеметом, чтобы игнорировать настолько серьезного союзника, как Китай, в обмен на Россию, которая фактически проигрывает войну, и Россию, которую он попросту может воспользоваться для накопления своих золотовалютных резервов, для пополнения счетов, биткоинов и для того, чтобы получить все необходимые технологии, какие он может затребовать у России. То есть тут есть существенная разница между тем, какое положение, какую позицию занимает Китай в двусторонних отношениях с КНДР, а какой Россия. А насколько будет зависеть позиция Китая, да и КНДР в будущем от того, насколько усилят свою поддержку партнеры Украины? В данном случае я говорю не только о западных странах. Вот, к примеру, Южная Корея может придать оружие Украине, если Россия поставит высокоточное оружие КНДР. И об этом в эфире уже корейского телеканала заявил советник президента страны по вопросам национальной безопасности Чан Ходжин. По его словам, все зависит от того, что будет делать Россия. Несколько дней буквально назад Сеул объявил, что готов пересмотреть свою позицию по возможным поставкам вооружений в Украину. Причиной тому стало подписание договора о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Во-первых, мне интересно, что конкретно может поставить хотя бы предположительно Южная Корея для Украины. А во-вторых, интересно, сейчас же ведь актуальна тема ударов по военным объектам на территории России, а в частности расширение географии этих ударов. Вот какова может быть позиция Южной Кореи? Насколько это зависит действительно от наглости, что ли, Северной Кореи? Я не вижу здесь какого-либо противоречия между тем, что, например, Северная Корея передает оружие, боеприпасы и технику Российской Федерации, а Южная Корея передает Украине. То есть, в принципе, разница будет только в логистике, скажу так. Северная Корея передала иное количество боеприпасов в России, Южная Корея передала иное количество боеприпасов в Украине. Интересно по поводу технологии и качества этого вооружения. Ведь у Южной Кореи... Да, и не сопоставимо вообще даже, в принципе. Разница именно качественная, не сопоставима. Северно-корейское качество, его даже и качеством назвать сложно. А Южная Корея — это один из ведущих военно-промышленных комплексов в мире. Это один из самых больших производителей снарядов 155-го калибра. Это производители основных боевых танков, модификация К-2, например, К-2 Black Panther. До того это была модификация К-1. Кроме всего прочего, это самоходные артиллерийские установки, такие как К-9 Thunder. Или же, например, как до того К-55, которая является лицензионной копией М-109, самоходной артиллерийской установки. И много-много чего прочего. Но в первую очередь, я думаю, конечно же, если помощь вооружениям Украине от Южной Кореи и будет, то это будет в первую очередь помощь боеприпасами. А так, в целом, Северная Корея, я не думаю, что кроме как какими-либо заявлениями будет реагировать на действия Южной Кореи против нее. Точно так же, как и Южная Корея. Друг другу не мешают, один поставляет снаряды, другой поставляет снаряды. В принципе, вот он и баланс. Ну и я хочу все-таки вернуться к теме, с которой мы начинали, собственно, которая является основной для нашего сегодняшнего разговора. Это летняя кампания армии России, потому что все факторы, которые мы только что обсудили, так или иначе уж точно повлияют. И еще один фактор мы не упомянули, так только вскользь вспомнила о нем, это расширение географии ударов по территории России, конкретно по военным объектам. Мы помним, как прогрессировал, собственно, этот вопрос. Сначала мы дадим атакам снова, но не бейте, потом бейте недалеко, потом бейте чуть-чуть дальше. Вообще, есть еще шансы еще дальше развиваться, скажем, этому разрешению и от Соединенных Штатов, и от других партнеров Украины, которые уже дали добро бить по военным объектам на территории России? Да, предел это 300 километров. Предел разрешения по пределу согласования глубины ударов — это до 300 километров. Сейчас мы выходим на уровень 100 километров согласования. Далее это будет еще глубже. Поэтому максимальная дальность поражения как авиационных, так и сухопутных комплексов ракетных — это и есть наша основная цель. Больше 300 километров западным вооружения мы бить не можем, поскольку это ограничение — экспортное ограничение. Мы и не получим вооружение, которое бьет дальше 300 километров. Это международная норма экспорта ракетных вооружений. А потому, в принципе, вот это наша основная цель. Здорово, Александр, за то, что вы присоединились к эфиру «Фридом». Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» был с нами на связи.